К другим темам. Жизнь города так, как она есть. Американский фотограф Джеймс Крисантис вновь во Владивостоке. В этот раз сюда его привела не работа. Он приехал по зову собственной души и при том с подарками. Американский фотограф привез с собой выставку фотографий, в которых жители Владивостока узнают самих себя. Найти собственное фотоотражение попыталась и наш корреспондент Светлана Белобородова. На окраине Америки, в штате Пенсильвания, 10-летний Джеймс Крисантис крутит в руках фотокамеру, которую подарил ему отец. Это знак наивысшего одобрения родителя. С того момента он не выпускает мыльницу из рук. Фотография открыла для мальчика огромный и удивительный мир. Этот мир стал его жизнью. Я люблю черно-белые фотографии. Это правда. Это наша действительность. В нашей жизни слишком много цвета. Все это поверхностно. А черно-белые открывают сущность людей. Прошло немало времени, прежде чем мальчик Джеймс дорос до знаменитого кинематографиста и фотографа Джеймса Крисантиса. Фотограф часто признается, что ему приходилось делать то, что не нравится, к чему не лежит душа. Работал в кино, но посвятить себя кинематографу полностью не смог. Коллективная работа его утомляет. Поэтому в Владивосток он приехал уже свободным фотохудожником. В прошлом году я приехал на кинофестиваль. Это был мой первый визит в Россию. И знакомство с Россией началось именно с Владивостока. Мне было очень интересно ходить по улицам города, фотографировать жизнь горожан. Прогуливающиеся женщины, девушки, которые гордо вышагивают на высоченных каблуках, деловые дети и бабушки с колясками – 20 фотографий повествуют о днях первой поездки в приморскую столицу Крисантисом. Фотограф радуется, что не поленился в прошлом году пройтись по городу с фотоаппаратом, потому что сегодня он уже не узнает Владивосток-2010. На самом деле мне очень понравилось интервью. Говорить с человеком, который нашел себя, который может чем-то поделиться, и взгляд совсем другой на город, чем мы привыкли. И на самом деле это позволяет действительно по-другому посмотреть и самому. На встрече со зрителями Крисантис поделился не только впечатлениями о поездке, но и своим жизненным и профессиональным опытом. Посоветовал бороться за свою мечту и заниматься только тем делом, которому лежит душа. Светлана Беловородова, Денис Юнак, Вести, Приморье.